Программа продиктована тем, что вот за ночь, так сказать, я с утра получил некоторую информацию. И я зачитывал эту информацию. Речь идет о информации, которая поступает, речь идет о воде, речь идет о русском языке, речь идет о гидроплазме. Итак, зачитаю. Абсолютно безграмотно задавать вопросы, не изучив производительный продукт нашей компании, не помню, чем отличается от других компаний, кто берет гидроплазму и продает. Это мое мнение. Как лидера компании, очень рекомендую Майклу ознакомиться с продукцией нашей компании, с нашей технологией, изучить вебинар. Да, сетевые компании для Виктора Михайловича, мы все на одно лицо. Он весь в науке. У нас в компании уникальные технологии, благодаря которой, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в чем проблема с русским языком? Я за чистоту русского языка, несмотря на то, что проживаю 27 лет, и об этом очень и очень хорошо разбираюсь. Нету в русском, не было точнее в русском языке слова безграмотно задавать вопросы. Не было. Некорректно, правильное выражение, это внес человек. Поэтому это касательно русского языка. Касательно того, с чем мне надо ознакомиться, я буду решать сам. Я говорил о том, что я не просто знаю это, то, что называется MLM, Multilevel Marketing, или сетевой маркетинг. Я в нем участвовал, когда еще многие из дистрибьюторов не родились. Я вполне серьезно. Я беседовал с очень многими людьми. Я был один из 80 человек, которого вызывали в Лас-Вегас со всех Соединенных Штатов. 8 человек было. А дистрибьюторов много тысяч там было. Поэтому я в теме. Я как раз-таки добивался результатов. Но я бросил это дело, потому что понял, что мне это неинтересно. Мне интересно просто, так сказать, работать на кого-то, кто там, скажем, есть... Мы же знаем, есть же три вещи. Есть руководители компании с их интересами. Сейчас не будем говорить, какие у них интересы. Есть лидеры компании, которые получают бенефиты. Я не буду говорить о проценте таких людей, которые добиваются. Я это знаю на миллион процентов. Еще раз. Сегодня не работает это. Потому что мы живем в другое время. Мы живем во время технологий совсем других. Не компаний-технологий. О технологии космоса. У нас есть совсем другие вибрации. Они полностью изменились. Они полностью поменялись. Они... Ну все изменилось. Сегодня так, как вы ведете, скажем, многие ведут рекламу, она не работает. Человек не хочет, чтобы ему навязывали. Человек хочет, чтобы на него ему объясняли. И чтобы он был главным действующим лицом, а не руководители компании. И так далее, и так далее. Еще раз. Почему возникла программа? Потому что глубоко уважаемый мной доктор Флюра Гельмондинова обратилась. И три месяца назад была проведена программа. Она есть в открытом доступе. По поводу гидроплазмы. Но это была просто программа, с моей точки зрения, как руководителя. И совершенно нейтрального человека, который не зависит от того, сколько будет лайков, дизлайков. Меня это совершенно не интересует, не волнует. Меня интересует информация, которая может быть полезна многим людям. В данном случае она была полезна. Но дальше пошло какое-то, с моей точки зрения, такое слово «напряг». То есть начали напрягать, и я это чувствую физически, поскольку я обращаюсь не только в этом материальном, скажем так, мире. Я имею информацию из других миров и так далее. А вот я это просто чувствую. Я позвонил, не согласовав что-то такое, опередил события. Но ведь это мое право, с кем беседовать, когда беседовать. И какова цель? Моя цель – всего лишь дать информацию. И более никак. Поэтому, если сам Виктор Михайлович согласился со мной беседовать, более того, он был этому очень рад. Это был не первый разговор, который был выпущен. Но три месяца я пытался добиться программы и в прямом эфире побеседовать с самим Виктором Михайловичем, а не в записи. Три месяца я от одного к другому, к третьему, к четвертому не результатов. После чего я сам позвонил туда, и вот мы поговорили, эта программа вышла. Я не считаю возможным, чтобы мне указывали, я сам знаю, для чего и как я это делаю, поскольку я в этом, простите, разбираюсь. И очень даже неплохо разбираюсь. Более того, я знаю, о чем идет речь. Я показывал. У меня стоят и белые, и синие. Но меня интересует другой вопрос. Когда мне написали конкретно, а я не все читаю комментарии, я об этом говорил. Они не все попадают ко мне, кто-то YouTube какие-то комментарии держит, какие-то администрация отвечает. Но если попадает, давай я отвечаю. Так вот, был вопрос от нашего телезрителя из Казахстана, женщина. Она написала, у меня нет возможности, а я бы хотела купить вот эту воду, поскольку она стоит столько-столько. На что я и ответил. У меня нет возможности побеседовать с руководителем компании. Вот сейчас я пользуюсь случаем, обращаюсь к руководителям компании. Вот напрямую. Обращаюсь к вам, уважаемые. То есть, советы вы можете давать, только не в ультимативной форме. Я их не приму. Это первое. То есть, я еще раз повторяю, я в курсе дела. А вот давайте мы с вами поговорим о стоимости для подписчиков нашего центра. Не так много людей у вас закажут. То есть, вы как бы не проиграете много по сравнению с тем, сколько вы могли бы получить. Поскольку, я же знаю намерения, я же сам внутри этого был. Я же знаю намерения абсолютно всех. Более того, я могу научить любого лидера, вплоть до самого главного лидера, как делать так, чтобы к вам больше пришли людей. То есть, вы получите больше, чем вы сегодня получаете. Дело не в стоимости. Но вы сделаете, пожалуйста. Причем мне за это ничего не надо абсолютно. Это надо тем людям, которые хотят это получить. То есть, два принципа, повторюсь еще раз, которые характеризуют самую негативную эпоху на Земле. Цикл завершающийся. Это эпоха Кали-Юга. И вот два принципа были нарушены. Основополагающие. Продажа Земли. Ее никто не имеет права продавать. А ее продают. И продажа воды. Никто не имеет права продавать воду. Ни под каким соусом. Не объясняет и ничем, насколько она хорошая внутри. Я говорю, у меня дома стоит флакончик из реки Ганга. Вода. Одна капелька очищает целый водоем. И соответственным образом организм. Ее можно набрать где угодно. Но есть места, точнее. Но также есть места, где ее продают. Кто не знает, они идут туда и покупают. Но продукт хороший? Хороший. Люди могут на этом заработать? Могут. То, что они потом получат там кармы, обратки, бумеранги. Это их дело. Это их проблема. А вот здесь у нас на канале есть совершенно объективная информация, которая есть. Независимо от того, сколько придет подписчиков. Сколько будут дизлайков. Повторюсь. Вот аватар, за которым я сижу. И который обучил быть непревзятым и непричастным. Я приводил пример и буду его приводить. Кто не слышал. Когда мой родной сын пошел якобы защищать родину на войну. Причем это не два года, как я, допустим, служил сам в Советской Армии. А четыре года и четыре в запасе на самом острие. Так сказать, атаки. Морин или морские пехотинцы. Как я должен был к этому относиться? Вначале я, конечно, попытался образумить, так сказать, с высоты. А потом я понял, что этого делать не надо. Вот пришла мне такая информация. Как бы это ни странно не звучало, я сказал. Ты хочешь сломать тебе шею? Ты хочешь, чтобы тебя погибнуть на этой войне? Это же война. Естественно, это могут. Причем не у нас. А где-то непонятно где. В какой стране. Куда ты лезешь? Тебе это надо? Вот так. Ну, хорошо. И я перестал. Я, правда, сделал одну вещь. И я себе абсолютно четко запрограммировал. И я сделал так, чтобы все было в порядке. Что, в общем-то, и было. Хотя были ситуации, там достаточно страшные ситуации были. Это потом мне уже рассказали. Но, так сказать, такие варианты делаются, программируются и так далее. Поэтому, дорогие друзья, и вы можете запрограммировать себя на очень серьезные вещи. Но только не надо забывать о том, что не мы для них. Я имею в виду другую сторону экрана для наших зрителей. А они для нас. Поэтому ваши кастумеры, уважаемая компания, я с большим уважением, я серьезно говорю, отношусь к вам. Вы делаете свою работу. Я не сомневаюсь, что вы делаете ее честно. Только навязывать-то не надо. Понимаете? Они должны прийти к вам. Я могу, если хотите, научить, как это делать. Сто процентов. Поскольку я знаю, как это делается. Я же это делал. Но только, опять же, не для моих бенефитов. Вот таким образом. Еще раз повторюсь, это первая программа. У меня намечены, вот был, наверное, звонок, у меня намечены две встречи. На сей раз с помощником Виктора Михайловича, который, наконец-то, через три месяца, ну, вот так сказать, нашла время со мной пообщаться. Пока мы еще не общались. Да, и с доктором Флюрой, который, я надеюсь, отнесется к этому вполне адекватно и нормально. Потому что, конечно, было бы нормально с точки зрения побеседовать с нами вначале, а потом выпускать программу. Так как я преждевременно, оказывается, выпустил программу с Юнюшином. И было рекомендовано мне, давайте мы сделаем так, чтобы она не выходила за пределы чата. Ну, ведь это же, как бы, некорректно. Ведь это же, как бы, я решаю вопрос. И это, опять же, не для компаний, и не для Майкла, и не для докторов, а это для людей, которые хотят увидеть эту информацию и сами, и сами решить. Надо им, не надо им, надо покупать, не надо покупать, поставить лайк, поставить дизлайк. И так же ваше право, уважаемые друзья, как отнестись к тому, о чем я сейчас говорю. Хорошо, хоть звука не было, потому что там было намного более эмоциональное. И, может быть, намного более нелицеприятное для тех людей, которые выслушали и думали, что это вдруг, и о чем, это же против нас идет. Да не бейтесь за чистоту мундира. Зачем? Это как там это отразится-то? Это штамм, это до лампочки, что мы тут делаем и так далее. Мы должны выполнять наше предназначение. А наша природа совсем не эта природа. Она совсем другая. Какой бы замечательный продукт бы ни был. Ну вот и все. Мы продолжим, дорогие друзья. Всего доброго. Еще раз прошу прощения за микрофон. Но я ее, так сказать, сейчас ее закрою, а потом обработаем. Я уберу этот конец, потому что, конечно, 20 минут смотреть в Майкла, который размахивает там руками, строит какие-то рожи, понимаешь? Некрасиво. Всего доброго.